Приветствую вас и по всей вероятности вы затрагиваете личную границу человека, то есть слишком активно, слишком много, интенсивно общаетесь с ним, в результате чего человек чувствует, что наблюдается перисбыток общения с вами и у него поэтому появляются отталкивающие ощущения. В этой ситуации вам нужно просто соблюдать личные границы, быть более независимой в общении, и чувствовать желание человека, чувствовать его настроение, его эмоции. Если вы видите, что ему это не нравится, старайтесь это учитывать в своем поведении. То есть, например, если вот вы общаетесь с человеком, например, два часа, и если при стечении этих двух часов вы наблюдаете, что человек уже общается неохотно, значит больше двух часов общаться не стоит, не стоит. То есть нужно уважаться, нужно прислушиваться, учитывать то, как люди реагируют на ваше общение с ним. И если вы видите, что где-то что-то у них вызывает определенную негативную реакцию, то, соответственно, нужно смотреть, что именно стало причиной. И если причина в вашем отношении, в вашем поведении, то ее нужно убирать. Наиболее вероятным окажется то, что у вас есть внутренняя потребность в общении с людьми, и в общении с людьми достаточно тесным и интенсивным. Если это так, то вы реализуете через них какие-то свои собственные страхи, переживания, может быть, желания, при этом сами себя помещая в зависимость от них. И в этом и кроется ваша ошибка. Наиболее жизнеспособны и положительны те отношения, где люди независимы друг от друга, то есть не пытаются через каждого из них реализовать свои собственные потребности. А. Обносятся к друг другу как к самоцелию. Вы же, по всей видимости, человека воспринимаете как средство. То есть, если, например, кто-то в присутствии другого много разговаривает и говорит только он, не дает сказать слово собеседнику, то это означает, что такому человеку нужен слушать аудиторию. И, соответственно, человек, которого не слушают, воспринимает себя как средство. Он не чувствует, что на него обращают внимание, он не чувствует, что его мнение учитывают, он чувствует, что его просто используют. И, конечно же, будет раздаться то самое негативное ощущение, отталкивающее ощущение в отношении того, кто говорит. По этой аналогии можно давать оценку и другим поступкам, другим поведенческим алгоритмам, которые могут наблюдаться уже у вас. То есть, это такое поведение, где нет учета и желания другого человека. А поскольку отношения это всегда работа и деятельность двух людей, то, соответственно, они разрушаются. Отдельным моментом хочется заметить, что вы пишете про серьезный оборот. Если вы боитесь этого, а чего конкретно вы боитесь? Чего конкретно вы опасаетесь? Не происходит ли так, что ваш страх – это нечто вымысленное, это нечто иллюзорное, находящееся только в вашем сознании? Если так, то со страхом нужно работать, страх нужно убирать, и тогда вы будете свободны, будете в отношениях с собой и будете строить их гораздо более успешно, чем сейчас. То есть, во-первых, осознать и начать удовлетворять свои потребности, которые вы пытаетесь реализовать через других людей, чтобы быть независимым в отношении с ними. И перестать бояться чего-то, что для вас сейчас кажется важным и страшным. Следование этим двум направлениям поможет вам решить проблему наиболее полно, наиболее быстро, и позволит вам начать все-таки жить полноценной жизнью, в том числе и социальной, в том числе и личной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.